Привет всем, я Вика, вы у меня на канале про стильный Алиэкспресс. Сегодня я распакую вместе с вами несколько посылок к весне, к лету, скорее всего. Не знаю, когда я буду выпускать этот ролик, возможно, распродажа еще идет, а возможно, нет. Но я очень постараюсь, конечно же, сделать его побыстрее, чтобы вы успели купить с максимальными скидками. Напоминаю подписываться на мой инстаграм и телеграм Виктория Рон и Али Визрон, соответственно, чтобы экономить еще больше. Там я публикую всякие промокоды, всякие варианты, как можно урвать купоны. Так что следите, подписывайтесь, и давайте начнем распаковывать, и хочу я начать с обуви. Здесь будет две пары обуви, есть запах клея, пахнет не очень вкусно. Это лодочки. Подарок здесь вот такие вот от натоптышей, силиконовые вкладки и от мозолей. Я выбрала в молочном бежевом цвете, красиво, красиво сделано, но запах, запах сильный, прям вот клеем пахнет. Но лодочки классные. Продавца несколько расцветок, есть яркие, есть классические, и черный, и красный, и в лаке тоже есть. Такой молочный бежевый, самый-самый классический цвет на все времена, вне времени, вне стиля, абсолютно подо все. У меня почему-то не было до сих пор в гардеробе таких вот классических лодочек. Они у меня были, конечно же, там, раньше, когда я работала, три года назад. Сейчас я поняла, что у меня их нет, и мне они безумно нужны. И я выбрала специально на не слишком высоком каблучке, чтобы, возможно, было в них и по улице ходить, не только где-то по дому, да. Здесь каблучок, ну, сантиметров, наверное, семь, может быть, семь с половиной. В общем, не слишком большой, мне нравится, как они сделаны. По-моему, это искусственная кожа, я точно напишу. Они бюджетные, две тысячи, чуть больше, чем две тысячи рублей, две триста, может быть, две пятьсот. Тоже цены все я оставляю всегда в скриншотах и в описании, вы можете посмотреть там же, где и ссылочка находится. Но, если это кожзам, то он достаточно высокого качества, да, запах клея, это вот единственный минус, который я сейчас про них могу сказать, потому что сделаны они очень классно. Кстати, у них на подошве есть значок натуральной кожи, веро, кое, да, вот по-итальянски написано. Не знаю, как правильно читается, я изучала испанский, не итальянский, поэтому, не знаю. Тридцать седьмой размер я выбрала поменьше, да, чем обычно. Всегда я говорю в каждом видео, что я на Али заказываю тридцать восьмой, так как у меня стопа половинка такая, тридцать семь, тридцать семь, пять, везде по-разному, поэтому на Али я всегда беру тридцать восьмой. Но, так как это туфли, я не хотела в них болтаться, бултыхаться. Я напишу в итогах, так что досматривайте до конца. Нормально они мне или же они сильно мало мерят, но на первый взгляд они нормальны. Они, скорее всего, не подойдут на широкую стопу, они достаточно узенькие здесь, но сделаны они очень хорошо, мне прямо вот нравятся, очень аккуратненько. В общем, не могу ни к чему придраться, очень красивая пара обуви, мне очень нравится. Поехали дальше, и здесь тоже обувь, и я даже знаю сразу же, что это такое, потому что пришло в коробке. Единственный бренд, который присылает в коробке, ну, по крайней мере, мне, это Beauty Today. Я вам уже рассказывала про этот бренд, показывала распаковку сандаликов, вы мне писали, как я решила этот вопрос. Мне прислали не те, которые у меня были в заказе, продавец схитрил и предложил мне взять вот такие балетки, потому что, видимо, сандаликов нету в наличии или что, я не знаю, в общем, взяла такие балетки. Ладно, попробуем, посмотрим. Я покажу вам такие балетки в голубом цвете, они есть еще в черном. Это натуральная замша коровья, и здесь стелька должна быть из натуральной кожи, потом посмотрю в описании. Все супер аккуратно сделано, но это не бюджетная обувь, они стоят в районе около 5000-4500, если я не ошибаюсь. Так что не шибко дешево, но качество действительно хорошее, и они очень вкусно пахнут новой, новой, качественной обувью. Здесь в подарок вот какие-то подушечки для обуви, которые, я так понимаю, в закрытую обувь кладутся в район, как это называется, стопы, вот подушечек на стопе, не знаю точно. И здесь вот есть купоны какие-то, бирки, в общем, в комплекте пыльники, есть коробка, все очень красиво, все очень презентабельно. Это, конечно же, хорошо, но все мы знаем, что это и добавляет стоимости вещи, так или иначе. Размер 38, мне кажется, что он мне будет велик. Они выглядят большими, так что, возможно, мне нужно было выбрать 37. 37, почему я взяла голубой, хотя мне на самом деле больше нравится черный, потому что мне кажется, черный выглядит подороже, чем голубой. Но я взяла, чтобы носить со своими брюками палацци, я недавно их показывала несколько раз и в инстаграме, и здесь на ютюбе делала распаковку. И вообще у меня очень много сейчас голубой одежды к лету, мне очень нравится голубой цвет, я очень много разных вариантов вам показывала. Платьишек, топов, сумок, в общем, всяких разных луков в голубом цвете, так что к ним у меня отлично подойдут вот такие голубые балетки. По качеству все прекрасно, у них есть небольшой каблучок, здесь пара сантиметров буквально, так что это не совсем вот такая вот неправильная, неудобная обувь. Балетки считаются обувью, которая просто полностью убивает вашу стопу. Здесь, мне кажется, не настолько будет губителен вот этот вот плоский ход, потому что все-таки небольшой подъем присутствует. Хотя в области основания стопы, или все-таки как это называется, подушечка, здесь вот полностью плоская, то есть здесь нету никакого абсолютно подъема. Но качество хорошее, действительно, если в них не ходить целый день, а куда-нибудь на выход, на работе, то, мне кажется, ножки будет комфортно. И я вспомнила, что у меня здесь еще несколько посылок для дома. И я сейчас их распакую, они тоже вот в таких надутых пакетах больших. Я тут запуталась со своими посылками, это не для дома, я думала, это зеркало, а это лоферы. Так что три пары обуви в сегодняшней распаковке, зеркало покажу следом. Это лоферы из натуральной кожи от бренда Кута. В этой распаковке такая вот классическая базовая обувь, которой почему-то мне не хватало. У меня вот не было, у меня много всякой трендовой, на грубой подошве, много всяких там ботинок, кроссовок, босоножек. Но вот лоферов у меня не было. И я заказала себе в коричневом цвете, 38 размер, вот вижу, что будет большой. Очень жаль. В этом проблема заказов летней обуви у меня, потому что у меня размер не совсем стандартный. Он не совсем 37 и не 38. И если я боюсь, что обувь маломерит, я заказываю на размер больше, и потом, ну вот да, мне кажется, они мне будут велики. Я напишу в итогах. Сделаны хорошо, пахнут, правда. И помялись немножко. Вот их как-то бы вправить, потому что погнулись. Они были проложены только вот таким вот пенопластом. Пыльники у них есть в комплекте, и все. Не помешало бы, чтобы продавец как-то получше упаковывал, чтобы все-таки вот этих вот заломов избежать. Потому что я не знаю, как это сейчас, чем выпрямить. И еще мне кажется, что они подойдут на широкую стопу, потому что они по охвату прям вот, даже если с лодочками сравнить, они сильно шире. Но это, возможно, что кажется. Очень классические, очень красивые, без лишних деталей. Ничего абсолютно в них нету, что бы меня смущало. Нет следов клея. Только вот запах клея, конечно же, присутствует. Они не тяжелые, они не массивные. Они легкие. 400 максимум грамм они, наверное, весят. И хорошая плотная кожа. Я не могу сказать, что она прям очень мягкая. Возможно, это не совсем натуральная кожа, а какой-нибудь спилок. Что, скорее всего... Ну, хотя, может быть, я просто придираюсь. Хорошая пара обуви. Я в любом случае буду ее использовать в своих образах. Но очень надеюсь, что мне все-таки размер подойдет. Но если не подойдут, наверное, перезакажу себе в 37-м размере. Там, кстати, у продавца есть несколько еще расцветок. Черные и беленькие, по-моему, тоже были. Но коричневый, как мне кажется, смотрится дороже всего. И я взяла следующую посылку. Здесь вот как раз то зеркало, про которое я хотела рассказать, посмотреть. У меня уже есть зеркало с Али. Я про него рассказывала в видео. Попробую подцепить сюда ссылочку со своими бьюти-гаджетами, фаворитами. Ой, как сильно помялась коробка. Ужас. На подарок взять не получится, потому что коробка просто смятая полностью. Ну, сейчас мы посмотрим. Ultra Flexible Mirror 10 Zoom. Это зеркало можно подвешивать на стену в ванне. Я так предполагаю, что здесь есть в комплекте вата. Так, что-то там выпало, по-моему. Я думала, выпали болтики, чтобы прикручивать это зеркало к стене в своей ванной комнате. Но здесь выпал спонжик для макияжа, но здесь выпал спонжик для макияжа, зачем подарок. Хорошо, спасибо. А, я поняла, оно не прикручивается, здесь нету болтиков. Оно просто крепится на присоску, вот на эту, видимо, к зеркалу, к обычному. То есть это зеркало для мейкапа, для того, чтобы вы удобно прорисовывали все детальки, видели себя в максимальном увеличении. Диаметр 6,7. В общем, нашла три батарейки, чтобы включить и проверить исправность зеркала. Все работает, лампа достаточно яркая. Кнопочка, она включается, выключается. На самом деле, по качеству, ну, не супер. Но оно достаточно бюджетное, так что, может быть, для этой стоимости и нормально. Я не знаю, просто сколько такие зеркала вообще, в принципе, должны стоить, и сколько они стоят у нас в обычных строительных или где-то, они продаются в магазинах, но пластик дешевый. В общем, это все, что я могу про него сейчас сказать. Так как мы заговорили про товары для дома, я здесь распакую, у меня покрывало и полотенце для волос. Смотрите, какой милый пакетик приходит. Такое полотенце стоит в районе 300 рублей. Очень бюджетное. Оно из материала не как вот полотенце махровое, а как тряпочка такая из микрофибры. Оно сделано просто для сушки волос, потому что оно очень удобно здесь вот застегивается на вот эти вот пуговки. То есть здесь есть крючок, волосы обернули, и вот так вот повязали тюрбан. На самом деле, такие тюрбаны очень популярные на Али. Мне кажется, они уже практически у всех есть. Как-то я некрасиво, да, сделала. Ну, в общем, надо это на волосах попробовать, как это работает. Ну, как-то вот так. Там у продавца несколько расцветок, несколько разных дизайнов. Есть какие-то прикольные, с какими-то там элементами зверюшек. Ну, я выбрала обычный, просто розовый вот такой вот тюрбан. Мне кажется, это интересная штука, буду пробовать. У меня еще такой не было, так что я решила, что мне тоже надо. И дальше покрывала. Покрывала в гусиную лапку черно-белого цвета. У продавца, по-моему, только одна расцветка была на выбор, но несколько размеров. И я выбрала самый большой размер. Размер 130 на 230. То есть он прям такой вот огромный. На кровать положить будет очень красиво. И укрываться им прохладными летними вечерами у камина. Приятная ткань, хотя это акрил, но она не противная, она не скрипит. Она не электризуется. На конце здесь бахромушка вот такая вот милая. У продавца есть еще размер маленький, 85 сантиметров. Стоит около 1000 рублей. Это стоило около 2000 рублей. У этого продавца очень много разных всяких и покрывал, и всяких аксессуаров для дома в скандинавском стиле. Загляните, ссылку на магазин я тоже оставлю, если вам не нравится. Это покрывало, что-нибудь интересное для дома себе там присмотрите. Поехали дальше. Беру посылку, на которой написано Nail Art. Один доллар. Я не знаю, почему. Видимо, так продавцы делают специально, чтобы налоги обходить. Ну, в смысле, мне обходить. Не знаю. Я об этом не прошу, но это очень странно. Это брюки. Брюки должны быть с разрезами снизу, и по размерной сетке они должны были быть длинными, но я вижу, что они не длинные нифига. Размер M. Вроде там длина должна была быть 109, что ли. Я увидела просто, что хорошая длина, и решила закажу-ка я их посмотреть. Но мне кажется, что они будут, опять же, короткими. Ткань костюмная, брючная, но, скорее всего, синтетическая. Бирок с составом я здесь не нашла. Ниток с изнанки очень много всяких разных, торчит везде. Классические брюки просто такого слегка расклешенного кроя. Но они, скорее всего, прямые, но будут смотреться расклешенными, со стрелочками. Не знаю, пока цепляют к себе они что-то или нет. Это проблема всегда черных брюк. Посидеть день будет с котом, и все. И ты превращаешься тоже в кота. Поэтому я черные брюки не очень люблю. Особенно вот из такой синтетической ткани, которая вообще все просто липнет. Но пока вот вся пыль сюда не прилипла. Так что, возможно, они не сильно в этом плане плохие. Не знаю. Сейчас примерю и покажу. И в итогах, конечно же, напишу, как они мне по качеству и по размеру. И дальше посмотрим посылку, на которой написано T-shirt. Футболки. Розовая футболка в размере L. По качеству, мне кажется, оно синтетическое. Красивый такой поросячий цвет. Сейчас посмотрим, что тут в составе. Нам нарисовали. Нарисовали 95% хлопка и 5% спандекс. Но сшито, ну как сказать. Ну не могу сказать, что классно. Футболка эта стоит 650 рублей. У продавца заявлен хлопок. Фирма тут Cherry Aka. Такая смешная. Чем она меня лично привлекла вообще? Я сейчас зашла в заказ и подумала, чем она меня привлекла. Тем, что там расцветок очень много всяких прикольных. И она должна быть оверсайз, но она не длинная. Но это тоже может быть плюсом. Потому что, когда футболка не слишком длинная, ее удобно заправлять в джинсы. В общем, 600 рублей. Качество. Не могу сказать, что супер. Вообще лучше футболки сначала постирать, чтобы понять, как они по качеству на самом деле. Потому что бывает очень кажется классной. А потом постираешь, а вся, знаете, перекособочится. В H&M такие футболки. Давайте следующую вещь посмотрим. Дальше открываем рубашку. Она из очень тоненькой ткани. Такая, типа под шелк. Ну, вот не блестящий, а матовый. Это полиэстер. Размер здесь единый. Он должен быть очень оверсайз. Там несколько красивых расцветок. Лаванда. Такая припыленная лаванда. Ну, в принципе, по качеству не сильно. Она плохая. Нормальная. Обычная. Ничего плохого сказать не могу. На фигуре должна смотреться прикольно. Белые такие перламутровые пуговки маленькие, пластиковые. Нитки есть торчащие. Есть не очень аккуратные шовчики. Не супер. Ну, это вот тот вот самый корейский дизайн, который продают во всяких шоурумах. Если ее отпарить, она будет смотреться хорошо. Сейчас я пойду это сделаю. И еще одна рубашка стоимостью около 1000 рублей. Она тоже в едином размере. И тоже красивые очень расцветки. Я помню, что я долго не могла выбрать, какой же цвет взять. Взяла цвет Sky Blue, так как очень много голубого у меня сейчас есть. Я об этом уже сказала сто раз. Кстати, качество хорошее. Материал похож на хлопок. Сейчас мы это точно проверим. Здесь написано 100% что-то. Ну, вот как вот это? Сейчас буду переводить. 100% конек. Скорее всего полиэстер, так как у продавца в характеристиках товара заявлен полиэстер. Но гугл-приводчик мне вот этот вот иероглиф не перевел. Пора бы мне уже выучить, да, китайские иероглифы. Смотрите, какие нитки я тут обнаружила с изнанки. Нитки это все-таки не такая уж и беда, потому что их можно все обрезать. И я не понимаю, честно, почему на производстве это не могут сделать сразу же. То есть как они так шьют? Типа зашили, сделали оверлок и такие, ну, нитки торчат, ладно, оставляем. Пусть будут. Да. Ну, вроде больше, ну, вот нет, вот тут вот еще такая мохнатка тоже торчит. И здесь, в общем, все нужно это аккуратно обработать. И в целом, может быть, рубашка будет нормально выглядеть. Ну, обработка швов мне тоже не очень нравится, если честно. Они оверложены, но они такие какие-то не шибко аккуратные. Вот тут вот посмотрите, что я тоже нашла. Вот что вот это? Вот это как осталось здесь? Ну, то есть просто какой-то вот кусок ткани здесь вот шили-шили, он остался. Они его как бы оставили тут болтаться. Просто вшили его еще вот в другой шов. И как бы, ну, и ладно, да. Ох. Ну, рубашка смотрелась очень прикольно на фотографиях. И, возможно, если ее всю обработать. Ну, хотя вот тут тоже вот из внутреннего... Не то, что из внутреннего, как бы с лицевой стороны вот это все, вся гадость вот это вылезает. Просто если это начать тут вот обрезать, то, может, и рукав отпадет. Короче, блин. Ладно. Ужас. Все, я расстроилась. Давайте какую-нибудь еще, может, посылку добавим сюда. Сейчас еще что-нибудь найду. Огорчилась я посылкой какой-то не очень удачной. Надеюсь, что это меня порадует. Это джинсы. А, это, наверное, джинсы Борнсра. Я давала на них промокод. Продавец часто делится со мной промокодами, которые я публикую в Инстаграме и в Телеграме. И это должны быть, если это они, конечно же. Да, это те самые джинсы. Они тут с асимметричным таким поясом идут. Правда, я не понимаю, как он тут застегивается. Просто торчит, что ли? Разберусь, когда буду примерять. Они без разрезов, но расклешенные. Хороший плотный деним. Хорошая обработка швов. Мне они нравятся по качеству. Неплохо сделаны. Им, на первый взгляд, они кажутся очень длинными. По крайней мере, по размерной сетке там были полноценные размеры. Размер S я выбрала. Брать называется Estonishing Power. Красиво все сделано. Красивые бирки. Аккуратненько. Хорошо. Очень надеюсь, что я сейчас разберусь с этим поясом, как правильно застегивать эту самую асимметрию. И что они красиво на меня сядут. Вот, кстати, здесь продырявлены уже петельки. Возможно, эти джинсы кто-то уже до меня примерял. Очень надеюсь, что нет. Ладно, закончим на них нашу распаковку. Впереди у меня еще несколько классных посылок, которые я дальше буду распаковывать и снимать. И загружайте на канал. Так что еще много разных интересных вещей вас ждет впереди. И по традиции розыгрыш сегодня хочу подарить одной из своих подписчиц. Вот такое классное зеркало с десятикратным увеличением и с подсветкой, которая легко крепится к любой поверхности. Я думаю, будет полезным подарком абсолютно для любой девушки. Что нужно, чтобы участвовать? Подписаться на канал, подписаться на инстаграм Виктория Арон. И в комментариях указать свой ник в инстаграме для того, чтобы я проверила условия. И через неделю я подведу итоги, опубликую их в инстаграме и в описании под новым видео. Впереди много новых видео, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и я пошла все снимать дальше. Пока-пока!